Приветствую вас, я не совсем понял, задаёте ли вы вопрос в раздел психологии, или всё-таки вопрос в раздел эготерика, судя по тому, как вы, значит, опубликовали свой вопрос, это больше всё-таки в раздел психологии, судя по тому, что вы написали, вот. Но для раздела психологии вы слишком мало информации на самом деле предоставили о себе и о, значит, своей женщине, которая вам нравится, вот. Так же непонятно, какой у вас вопрос к психологу именно, потому что если говорить, например, о том, нравится ли вы ей или нет, то ответить на этот вопрос вам лично психолог не имеет абсолютно никакой возможности, потому что психолог не предсказывает будущее, вот, и не гадает. Это вот то, что касается непосредственно того, нравится ли вы ей или нет, вот. Но! Однозначно я могу сказать вам следующее по поводу того, что вы написали. Значит, идута такая, такая. Если женщина замужняя, замужем, да, то, соответственно, даже при условии, что она, ну, имеет проблемы со своим мужем, да, ну, то есть, если у неё смужем, вот сейчас, на данный момент есть какие-то сложности, что он редко бывает дома и так далее, всё равно, всё равно она не свободна, всё равно она не свободна, всё равно она, как бы, с ним и, вне зависимости от того, что, нравится ли вы ей или нет, да, вот, вне зависимости от этого, значит, вне зависимости от этого, а я полагаю, что вы всё равно будете для неё не единственным. Это ключевой момент. Готовы ли вы мириться с этим? Не будет ли это болезненно сказываться на вашей самооценке? Даст ли это будущее вашим отношениям с этой женщиной? Эти вопросы, на мой взгляд, являются очень актуальными, потому что, ну, будущее, как и ваша самооценка, будут, на мой взгляд, находиться под большим сомнением. Поэтому, если вам нравится эта женщина, то ничего плохого в этом нет, эээ, и вы, может, тебя нравится, тем более, что, эээ, в семье, ну, в отношениях, да, в паре, эээ, могут быть, эээ, значит, ээээ, какие-то эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ понять, что чувства прошли, да, ну вот, и, соответственно, подобный аспект является, в общем и целом, нормальным. Вопрос в том, какие выводы делают из этого люди, да, то есть, если женщина, например, делает такой вывод, что, ну, что она, по-прежнему, остается с тем человеком, допустим, который ее не любит или который бывает дома очень мало, ну, мало времени, то это ее выбор оставаться в подобного рода отношениях, и здесь вы вряд ли можете на это повлиять, то есть, человек либо, ну, либо он, ну, как бы решает свою жизнь устроить, да, то есть, решает быть счастливым, либо нет. И, по большому счету, все здесь. Если человек решает быть несчастливым, это его выбор, опять-таки, и вы можете либо с этим выбором согласиться, то есть сказать, да, я понимаю и принимаю выбор человека, но тогда никакого будущего, соответственно, у вас быть не может в принципе. Вот. Вот. Либо, либо вы говорите, нет, мне это не подходит, как бы, и если ты хочешь, если ты, например, хочешь быть со мной, то тебе нужно там, ну, второго там, например, развестись, да, то есть, если ты не можешь со мной развестись, я не заставляю тебя разводиться, как бы, вот, если ты, ну, не можешь развестись, я тебя не заставляю это делать. Но, в таком случае, ты не можешь рассчитывать на то, что мы будем вместе с тобой, грубо говоря, вот. по сути. Вот. И всё. То есть нужно именно такой выбор вам сделать для себя, чтобы отношения, ну, не превратились в изматывание, в измождение, в стресс постоянный для вас и для неё. чтобы вы не превратились, да, потому что вы, как и любой человек, да, достойны того, чтобы, ну, чтобы быть счастливым, чтобы любить и так далее. Я полагаю, что это, вот, это не нужно забывать вам. Поэтому, если женщина действительно имеет проблемы какие-то, вот, ну, со своим, например, мужем, то пусть она эти проблемы и, соответственно, как-то решает, вот. Но если она не хочет их решать, значит, её всё устраивает. И в таком случае нужно работать над тем, что именно, что конкретно представляет из себя ваша к ней симпатия. То есть если эта симпатия, например, ну, такая неконтролируемая, да, в виде навязчивых идей, в виде навязчивых каких-то мыслей, да, в виде того, что вы, там, ну, допустим, допустим, постоянно о ней думаете, не можете о ней забыть. Если так, то это уже, соответственно, имеет психологические, как бы, причины у вас. И этим можно работать именно с вами, вот. Вот, я думаю, что так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Мало ли это, то, что я сказал? Да, мало. Мало, потому что, ну, реально, вряд ли эту проблему как-то вас всё решили. Но только лишь потому, на мой взгляд, что вы и проблемы самой, как таковой проблемы, вы не озвучили вообще. Понимаете, как, какая история. Вы не озвучили проблемы. То есть какая у вас проблема, непонятно. В чём ваш вопрос, тоже непонятно. Вот. Поэтому либо дополните свой вопрос. Либо задайте ещё один вопрос, но уже более конкретный, да, не повторяйте, потому что повторение запрещено. Вот. Либо выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе и с ним непосредственно работать уже по своей проблеме. по своим непосредственно сложностям, противоречиям и так далее. Вот. Мне кажется, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...